С коронавирусом справились еще 26 ставропольцев. Общее число выздоровевших в регионе превысило 188 тысяч. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. За минувшие сутки плюс 29 заболевших. Один пациент скончался. Защититься от вируса помогает вакцинация и правила профилактики. Меры безопасности на водоемах Ставрополья усилят в купальный сезон. Такую задачу поставил губернатор на еженедельной планерке в правительстве региона. К этой работе Владимир Владимиров попросил привлечь сотрудников МЧС и медиков. Они должны быть на всех водоемах без исключения. Губернатор также дал поручение главам территории, где создаются новые купальные зоны, чтобы там дежурили спасатели. Мы очень большую работу проводим на Кавказских минеральных водах, на водоемах естественных. Я имею ввиду по обустройству, по обувлечению. Я бы попросил всех уважаемых глав в состав проекта включать обязательно место для дежурного сотрудника по чрезвычайным ситуациям, сотрудников нашего ГИМСа. И, соответственно, обязательно для медиков так же, чтобы место было включено. Это однозначно и по-другому просто не может быть. В 8-й школе Станицы Кармалиновской ремонтируют спортивный зал. Обновляют стены, потолок, меняют электропроводку, укладывают современное напольное покрытие, сообщили в региональном министерстве образования. Завершить работы планируют к началу нового учебного года. Реконструкция проходит в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования. В Апанасенковском округе ремонтируют мост через реку Калаус на участке трассы Дивной Рагули-Арсгир. Путепровод сильно износился, сообщили в региональном Миндоре. В порядок приведут пролетные строения и переходные плиты. Также уложат новый асфальт, нанесут разметку и установят знаки. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В селе Величаевском капитально ремонтируют амбулаторию. Медучреждение, которое обслуживает почти 6 тысяч человек, давно нуждалось в обновлении, сообщили в региональном Миндоре. В этом году благодаря краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения, там заменят кровлю и напольное покрытие, отштукатурят потолки и стены. Также установят новые дверные и оконные блоки. Завершить работы планируют к концу лета.